Сегодня в нашем эфире в определенном смысле эксклюзивная информация и я говорю о том, что стало известно, по крайней мере узкому кругу лиц стало известно о том, кто возглавит научно-образовательный центр, тот самый монстр из двух вузов БГУ и УГАТУ. Интрига с назначением руководителя НОЦ усиливалась, особенно на фоне того, что было заявлено о том, что ни один из ректоров БГУ и УГАТУ не станет руководителем вновь образованного образовательного центра. Кто-то говорил о том, что из недр УГАТУ откуда-то из района кабинета ректора раздался протяжный вопль Сергея Новикова, вопль разочарования и расстройства. Ну, понимаю, Сергея довольно-таки грубо и прямолинейно швырнули на ржавый гвоздь Сергея Новикова Сидякина и Бодранов, которые, безусловно, обещали ему, что именно он, Сергей Новиков, возглавит вновь образующийся научно-образовательный центр, но тут, как говорится, риски надо было понимать. Действительно, Серегу Жалко швырнули его, как мальчишку. Ну, да ладно. Так вот, кто же станет на самом деле руководителем научно-образовательного центра мирового уровня, как говорит Радзи Фаритович? Вы сейчас будете смеяться. Ну, возможно, кто-то будет плакать, кто-то ахнет. Руководителем НОЦ будет назначен Илшат Тажединов. Илшат Тажединов – непотопляемый чиновник, который провел по обе стороны Белого дома аж 24 года службы. Теперь он немножко, конечно, отстранен от власти. Судьба Илшата Азаматовича весьма кудрявая. Он известен как человек, единственный человек, сейчас работающий в Белом доме, которому удалось дважды предать Радия Хабирова, и который за это Радий Хабиров его не уволил. Ну, то есть, это вообще феноменальный действительно путь. Как можно было вот так вот-вот мимикрировать и изловчиться, приспособиться ко всему, к чему угодно? Ну, загадка – это, наверное, просто свойство организма Илшата Азаматовича. Но, повторюсь, 24 года человек работает в Белом доме. Ну, за что же Илшату Азаматовичу такое счастье? Привалило, я имею в виду, рулить теми несметными денежными потоками, которые, безусловно, будут иметь место в этом научно-образовательном центре, которые вот сейчас будут объединять, в первую очередь, это будут административные действия, а потом будут и весьма существенные имущественные действия. Все мы помним, что вообще-то вся интрига такая вот материально интересная в объединении этих вузов крутилась вокруг вот этого синенького кругленького домика на улице Заки-Валиди, который надо было обязательно продать, пристроить и выкупить у частных владельцев. И, собственно, в этом и заключалась главная задача организации НОЦ с точки зрения вот этих вот ушлых и ловких господ. Так вот, теперь всеми этими процессами, конечно, будет рулить Илшат Азаматович. Человек надежный, проверенный, к тому же, ко всему прочему. Еще и доктор наук. В 2015 году большой ученый Илшат Азаматович защищает диссертацию, докторскую диссертацию, на тему, которую я сейчас зачитаю, она, знаете, у меня даже убористым почерком, аж на пяти строчках. Называется тема диссертации «Теорико-методологический подход к стратегическому управлению развития социально-экономических систем на основе межтерриториальных отношений». Конец названия. Вы что-нибудь поняли? Ну, понятно, мы же с вами не экономисты, и тем более не доктора наук, а вот Илшат Азаматович, он доктор наук. Впрочем, хорошая теоретическая подготовка никоим образом не сказалась на практических успехах Илшата Тажидинова. Я говорю в первую очередь о провале программы комплексного развития Зауралия, которая полностью лежала на Тажидинове, который забрал ее под себя и который ее курировал несколько лет. Истратив 30 с лишним миллиардов рублей, Илшат Азаматович получил абсолютно полное зеро. В Зауралии не только не произошел бум развития промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы, наоборот, там случился полный упадок всего вышеперечисленного. Предприятия закрывались, сельское хозяйство херело, народ просто разъезжался кто куда. Можно, конечно, предположить, что единственными выгодополучателями от программы развития Зауралия стали братья Тажидиновы, а их там двое. Еще есть, кроме Азамата, есть еще Нур, известный строитель, причастный ко всем проектам, в которых хоть какое-нибудь участие принимал сам Азамат Тажидинов. Но мы не будем так предполагать, пускай это останется на совести обоих братьев Тажидиновых. И вот теперь у Илшата Азаматовича случился новый клондайк. Ну, как это будет дальше развиваться? Наверное, козе понятно. То есть, все, что делал Тажидинов, оборачивалось либо проблемами для населения республики, либо проблемами, например, для бюджета республики. Ну, припомним, чем в реальности знаменит и известен для нас Илшат Азаматович. Лассесбергер, Кроношпан. Илшат Азаматович, как и подобает крупному башкирскому чиновнику, известен прочными и порочными связями с Австрийской республикой. Почему-то именно оттуда притаскивают вот этих странных инвесторов с весьма основательно заржавевшим оборудованием, которое месяцами хранилось нерастаможенным на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфа. В общем, вот примерно такими вещами запомнился нам сам Илшат Азаматович. Но важнее, что же будет дальше, что же будет с этим научно-образовательным центром мирового уровня. Я прогнозирую довольно грустную и такую вполне себе скучную историю. Да, они выкупят у частных владельцев вот этот вот синенький домик-бочка. Что-то мне подсказывает, что цена и стоимость там будет такая, что мы все ахнем и охнем. Выкупят. Да, будут распределены все вот эти вот огромные деньги, которые будут получены из федерального центра. Да, за этим присматривает строго Сидякин, потому что это один из его крупнейших проектов. И несмотря на то, что Саша Сидякин уже теперь в Москве и стал довольно-таки крупным портой Геноса, он все равно присматривает за вот этим хозяйством, равно как и за всякими прочими лифтовыми забавами. Так что вот такой печальный у нас сюжет сложился. На самом деле, конечно, Хабирову стоило поискать в Москве некую нейтральную личность, нейтрального руководителя на место вот этого научно-образовательного центра, чтобы, как говорится, ни вашим, ни нашим, чтобы не вовлекать в это какие-то структуры башкирской элиты. Но, сами понимаете, там, где Сидякин, там совершенно прямолинейные решения, особенно кадровые решения. Соответственно, вот Тажидинов будет рулить этими миллиардами научно-образовательного центра. Главной формальной задачей любого ведомства, организации, государственной структуры является благо для населения. Ну, это понятно формально, но это так. Минфин Республики Башкортостан тоже заботится о населении, но выборочно. В этот раз Минфин решил позаботиться о довольно-таки обширной социальной группе россиян под названием «Чиновники». Ведомство вышло с инициативой досрочно отменить мораторий на рост зарплат чиновников. Мораторий этот, напомню, был введен в декабре 2020 года и должен был быть продлен до октября 2022 года в связи с падением доходов бюджета и ростом расходов на борьбу с COVID-19 на пандемию. Примечательно, что по действующему законодательству заработная плата чиновников индексируется вовсе не по лукавой цифре инфляции Росстата, а по реальному индексу потребительских цен. То есть, пенсионерам индексируют зарплату по такой непонятно как посчитанной инфляции, а чиновникам по реальным ценам в магазинах. В общем, не знаю, поддержат ли госсобрание инициативу Минфина Республики Башкортостан, но что-то мне подсказывает, что поддержат, и зарплаты чиновников в Башкирии начнут неудержимо расти. Медики Ишимбаи так и не договорились с властями и вынуждены были объявить ту самую итальянскую забастовку, которую они анонсировали ранее. Уважаемые жители города Ишимбаи, Ишимбаевского района, как вы знаете, мы подавали обращение 18 января главе Республики Башкортостан, президенту Российской Федерации, Минздраву Российской Федерации, Республике Башкортостан, также надзорным органам о том, что мы переходим к как называемой итальянской забастовке, то есть работа по всем инструкциям и правилам, также по приказам Министерства здравоохранения Российской Федерации. После нашего обращения проходила встреча с представителями Минздрава, в результате которой произошли многочисленные проверки нашей станции и на работу в наше отделение были направлены четверо сотрудников скорой помощи из города Уфы и многочисленная армия студентов, которые обеспечены бесплатным питанием и доездом до скорой. Но это никак не увеличивает наш штат и не укомплектовывает наши бригады в полном объеме. Мы не отказываемся от своих требований, но в связи с ростом заболеваемости ОРЗ и ковида и увеличением количества вызовов, мы вынуждены выезжать в неуплектованных бригадах, для того, чтобы не оставить наше население без скорой медицинской помощи. Ну, как известно, слово «забастовка» само по себе является итальянским, от слова «баста» хватит. Впрочем, ишимбайские медики не оказались такими предателями, как их обзывали и Хабиров, и Утяшевы, и многие другие. Они не отказались оказывать помощь жителям Ишимбаев, несчастным ишимбайцам, которые попали в жернова этого конфликта. Ишимбайские медики продолжат выезжать на вызова, однако отказались от работы по совместительству, которая их принуждала администрация. Напомню, что из девяти положенных по нормативу для Ишимбая экипажей скорой помощи на данный момент действует только четыре, и те находятся в достаточно плохеньком техническом состоянии. Судя по кадрам, там используются даже все еще вот эти уазики-буханки, проржавевшие и скрипящие на поворотах. Ну, в общем, конечно, все это ужасно. Тем временем, омикрон-ковид продолжает охватывать Республику Башкортостан. За истекшие сутки заболело более 1700 человек, и на фоне этого в Башкирии продолжают закрывать медицинские учреждения. В частности, жительница села Рощенское, Фидания Кинзи Булатова, на прошедшую неделю обратилась к Хабирову со слезной просьбой не закрывать больницу в их селе, потому что к ним ездят с соседних сел, они пытались там лечиться в этой больнице, но сейчас там сократили врачей и специалистов, и больница закрывается. Им придется ездить за 25 с лишним километров до Стерлитамака, либо в Ашимбай, а там тоже все занято. Вот такие вот ситуации складываются на фоне ковидных всех вот этих проблем. В Уфе с медицинской помощью тоже не лучше, и, например, я лично это знаю на собственном опыте. В том смысле, что одна из моих родственниц на прошедшей неделе, заболев ковидом, не смогла дождаться прихода врача, хотя врач был вызван по всем правилам, с соблюдением всех формальностей. Врач просто не пришел вообще. То есть, вот как вот к тому ребенку не приехала скорая помощь, когда ее ночью вызывали, так и вот в этом случае. Кроме вот этих историй с Ашимбайской больницей и больницей в селе Рощинском, на прошедшей неделе стало известно, что медики Иглинской больницы также обратились к Хабирову, уже, в общем-то, наверное, не с просьбой, а с требованием что-то сделать, потому что они отмечают падение доплат за работу сверхурочно, за работу в неукомплектованных экипажах скорой помощи и так далее. То есть, это вообще абсурд. Не то, что растет заработок медиков на фоне вот такой загрузки, он еще и падает на фоне вот такой чудовищной ковид-нагрузки. Как ни странно, в Башкирии происходят и чисто политические события. Мы уже как-то начали отвыкать, что в этой стране может быть какая-то настоящая политика, борьба партий и всевозможных сил. Про выборы стали забывать, хотя они были не так уж и давно. И вот смотрите, мы как-то вот буквально не очень далеко уйдя от истории с выборами в Госдуму, ну, видимо, с облегчением стали забывать все коллизии, связанные с этим событием в Башкирии. Но напомню, помните вот эту историю со справедливой Россией, когда какая-то группа товарищей попыталась перехватить управление региональным отделением партии у Гаджимурата Омарова. В общем, там вот целая интрига, получилось двоевластие, два руководителя регионального отделения, что-то там налоговая наложила арест на счета и в общем и так далее. Выборы отгремели, скандальные, грязные, но закончились. Однако справедливороссы не успокоились на этом и пошли в суд. Омаров некоторое время судился с вот этими инициаторами перехвата власти и в конечном итоге, к моему великому удивлению, на минувшей неделе Верховный суд Республики Башкортостан признал Гаджимурата Омарова законным руководителем регионального отделения партии «Справедливая Россия», а действия господина Бондаренко и Игнатьева были признаны незаконными. Соответственно, теперь возникает вопрос. Окей, Омаров подтвердил свое право на руководство региональным отделением партии, причем и на момент перед выборами тоже. И теперь вопрос. Все то, что делалось Игнатьевым Бондаренко, теперь как с этим быть? Напомню, они активно во время выборов назначали своих представителей в избирательной комиссии, как теперь выясняется незаконно. Они пользовались печатью, которая неизвестно откуда взялась, и теперь нужно проводить расследование, поддельная она была или настоящая. Они в конечном итоге, по сути, осуществили ту избирательную функцию, которая была возложена на партийную единицу в республике. Это во-первых. Во-вторых, надо понять, что в одиночку Бондаренко и Игнатьев, которые, по сути, никто и звать их никак, в масштабах даже башкирской политики, в одиночку они не могли это все провернуть, и, конечно же, за ними стояли какие-то покровители. Лично я нисколько не сомневаюсь, что им было дано задание напрямую господином Сидякиным устроить вот этот весь балаган. Но это мое субъективное осуждение, я пока только от себя это говорю. Так вот, по всей видимости, теперь потребуется подробнейшее расследование всех деяний вот этих незначительных политических фигур, которые натворили значительные последствия. Юридический вопрос. После того, как будет признано, что все то, что сделано Игнатьевым и Бондаренко, неправильно, незаконно и нелегитимно, встает вопрос о том, что сами выборы прошли нелегитимно. Вот, по крайней мере, на тех участках, на которых были назначены члены избирательных комиссий и наблюдатели вот этими вот двумя гражданами Бондаренко и Игнатьева. Ну, аналогичный юридический вопрос. Это 141-я статья, нарушили ли эту статью Уголовного кодекса вышеупомянутые двое чудо-богатырей «Справедливая Россия». Вопросов масса. Думаю, что нужно их задавать и юристам, и политикам, и, в первую очередь, наверное, руководству регионального отделения партии «Справедливая Россия», ну и предполагать, возможно ли отмена результатов выборов в Госдуму в Республике Башкортостан. Напоминаю, что теперь вы можете смотреть наши сюжеты и слушать аудиоверсию наших выпусков в телеграм-канале «Открытая политика». Подписывайтесь, регистрируйтесь, заходите. Меня очень радуют темпы, с которыми растет этот телеграм-канал. Он пока, конечно, очень скромный, но мы надеемся на лучшее. А также не забывайте ставить лайки под видео. Это очень важно для продвижения нашего видео, для того, чтобы большее количество людей увидело наши выпуски. Не забывайте помогать каналу, потому что ваша помощь очень важна для нас. За счет нее мы развиваемся, мы поддерживаем в должном состоянии парк нашей техники и можем радовать вас нормальным качеством и количеством тех выпусков, которые вы смотрите на нашем канале. Как уже, наверное, все заметили, на город обрушился очередной снегопад. Город встал, машину забуксовали, уже появились жертвы, в том числе и человеческие. Слава богу, никто не погиб, но несколько человек получили травму от падения снега и льда с крыш домов. Довольно большое количество автомобилей получили серьезные повреждения, иногда по нескольку автомобилей сразу в одном дворе. Переломов, растяжений и прочих травм не счесть. Ну, собственно, как-то очень уж спокойно к этому относятся мэрия Уфы. Помимо этого, выяснилась все-таки интрига с дворниками. Как, оказывается, к ним относятся в городской администрации, выяснилось, что гигантская задолженность по зарплате. Нас обижает зарплата. Где наше обещанное твое жилье? А я бы сказала, примите меня у себя. Я бы лично все рассказала в подробностях и с доказательствами. И я бы получила от вас конкретный ответ. Хочу услышать ответ. К примеру, где миллионы, которые деньги выдавались на технику, городу, МУПу, где они? Нету. Но при этом наша техника работает, а мы вручную работаем во дворах. Все дворники, женщины работают во дворах вручную. Совершенно непонятно, куда уходят деньги, которые мы платим за жилищно-коммунальные услуги. Абсолютно непонятно, где вот та черная дура, куда все это утекает. Если предполагать, что мэрии нечем рассчитываться со своими работниками. Ну, в конце концов, перестаньте платить всем этим Маратам и прочим ребятам, которые бегают вокруг господина Грекова в дорогих костюмах, начните платить дворникам. Но, думаю, что подобную инициативу никто не одобрит в администрации УФИ. Самому Грекову, похоже, уже все равно. На оперативке в мэрии он как-то очень вяло и негромко пожурил коммунальщиков за то, что кое-где снег не убирают совсем. Судя по всему, тень Ратмира Мавлиева уже окончательно застила Уфимскую администрацию. Для меня лично абсолютно не вопрос и не интрига в том, что Ратмир Мавлиев станет или не станет мэром Уфы, он станет им точно. Причем, что-то мне подсказывает, что внеочередной сессии городского совета на следующей неделе. Вопрос этот решен, вопрос этот решен в Москве. В том числе не без проблем решались там вот эти все согласования с силовиками. И они тоже были пройдены, но, конечно, тут у Ратмира Мавлиева судьба незавидная. В том смысле, что наследие, которое он получает от Мустафина и Грекова, это очень тяжелое наследие. Не уверен, что юному руководителю города Уфы удастся разгрести эти авгиевы конюшни. И тут, как говорится в той знаменитой фразе, этот сломался, несите следующего. Но, если серьезно, то, дорогой Радий Фаридович, раз в год менять мэра, это уже неприлично. Мэр, ведь это все-таки не зимняя резина, чтобы менять его согласно сезону. Хотя, одна моя знакомая вот эту идею очень даже продвигает. Идею назначения летнего и зимнего мэра Уфы очень удобно. Тот подизносится раз новый сезонный мэр. Но, если честно, то так, Радий Фаридович, можете остаться вообще без друзей. Судя по всему, опасения сибайцев в отношении вот этого ярко-оранжевого снега, который выпал на территории 30 гектаров в городе Сибае, были небезосновательны. Дотошному Эдуарду Кадырову удалось провести независимую экспертизу вот этих вот фантастических по цветовой гамме осадков и выяснить, что в них довольно высокое содержание аммония, в несколько раз превышает ПДК, что косвенно свидетельствует о наличии довольно серьезной концентрации аммиака в воздухе города Сибая. Аммиака – это чрезвычайно ядовитое вещество. Позже выяснилось, что предполагается выброс лигносульфата. Опять же, предположительно, этот выброс произошел на предприятии Уралпромтехсервис, но этот факт сейчас проверяется прокуратурой. То есть, мы не беремся утверждать, что именно это предприятие совершило выброс, но вероятность этого факта довольно велика. На предприятии, опять-таки, предположили, что выброс мог стать результатом неверного использования фильтров, которые ранее использовались для иных технологических процессов. Ну, как говорится, вскрытие покажет, а мы расскажем. Вот тут надо выяснить, кто, почему и как смог использовать эти фильтры, если это действительно было так, что 30 гектаров земли в Сибае были поражены вот этими вот осадками с вторичными продуктами аммиака. Впрочем, обо всем этом упорно молчат СМИ Республики Башкортостан. И складывается ощущение, что башкирским властям вообще экологическая повестка неинтересна. Я уже говорил, что они вообще-то пляшут на граблях, они забыли 19-й год, когда вот эта история с сибайским карьером, а потом и Куштау, в общем-то, чуть было не опрокинула властную конструкцию в Республике Башкортостан. Но опять им по барабану ничему не учатся, чего, впрочем, не скажешь про Федеральный Росприроднадзор. Со второй попытки госпожей Родионовой удалось добиться проведения внеплановых проверок в предприятиях химического комплекса в Республике Башкортостан. Я говорю о «Газпромнефтехим Салавате» и предприятии «Промводоканал» в том же городе Салавате. Тут, конечно, просматриваются некие отголоски войны между Сеченом и Миллером. Хабиров неосмотрительно принял сторону «Газпрома», упустив из виду тот факт, что фактически в Башкирии разворачивается противостояние между «Газпромом» и «Роснефтью». И он, Хабиров, может пасть, как говорится, жертвой вот этого вот столкновения. Сечен и Миллер — это совсем иные величины. Хабирова там разжуют и проглотят, даже не заметив. Вот в этой вот конкурентной борьбе за поставки нефти и газа за рубеж и в борьбе за благосклонность самого Путина. Ну, а как известно, Светлана Родионова, она человек-ставленник, ставленница Игоря Сечина. Ну и, естественно, человек «Роснефти». То есть она играет в той команде. В общем, конечно, Хабиров, по-моему, здесь поставил не на ту лошадь. Редактор субтитров А.Семкин